а а может чуть-чуть тормозить не я понял но как бы мне просто другую сторону где-то здесь работать ты просто очень классно выглядит какая-то такая миниатюрная вся ты прям еще маленькая мне кажется сколько себе маленькая да да фиг знает ну как бы маленькая собачка нас до старости щенок мне важно нет есть такая пословица на руси а теперь и какая-то восточная я заставка это бесцельно просмотрю ты стоишь такая для этого меня как бы мозгу что вот моя женщина любимая она должна быть вот какая-то вот миниатюрная такая вот да вот такая няшная поэтому если я вижу таких девушек если я буду подхожу то есть пообщаться как тебя зовут таня офигеть меня вова зовут писать то они тут что-то тут их чё это латынь и из а как это с какого языка живи-либо смейся а живи-либо смейся а если не будут смеяться то нельзя жить слушай ну а есть кого любить короче у меня такая же хрень представляешь попробуем это спасти друг друга ну да сделай попытку я не говорю что прям полюбить в телесном смысле не просадки мне нужна женщина которую я возьму с собой на море я не могу больше ездить с другом что это получается не отдых а хрен знает что мне хочется чтобы я узнаешь никуда не спешил что меня мазали кремом там я мазал кого-то крем уже какие-то киви ну да значит еще когда люди говорят так что там со своим самоваром не знаю чем самоваром люди любят они здесь будут венитые не учиться что я так понимаю лечет и они едут как бы отдыхать да скажи мальчик а я забыл а я сейчас прошу прошу телефон хорошо тихо давала я мужчинка я должен быть инициатором ну вообще-то не сдать телефон но в виде исключения я могу конечно меня чё-то повезло не перезариваю дадичка нет смотри мне твой телефон опять же сам по себе не нужен если в принципе рассматриваешь вариант выпить чай не знаю мне нравится то что я вижу перед собой когда у тебя выходные нет хорошо я тебе когда позвонить когда удобно маленькая такая вообще ты короче смотри я тебе как-нибудь это на днях там позвоню или напишу ему все решим я очень прибалил все долечусь и надо будет с тобой стоять я это успею чё-то а я не давай я сегодня знаешь меня стране такое я девочка хочу плачешь к не хочу еще решать это только сегодня я просто болею смотри что ты знал это может этого звонит твой будущий любимый мужчина хотя не сейчас мы прощаться вам честно давай тебе офигенского дня вообще ну подожди я готовлю почву я все это буду делать не сегодня так следующий раз давай пока здорово ребят на свете шансурин и сегодня не совсем обычный такой момент как бы хочу показать смысле не будем ходить по улице вернее по там торговый центр раздавать девушкам конфетки мы специально сейчас пошли купили в торговом центре конфетки это спорт спонсор показа нет на самом деле не спорте хотя я думаю они должны были бы приплат приплатить в чем ребят что я это делаю для себя у меня есть там некий психологический момент я вообще клево я просто недавно был на очередной сессии у психолога на расстановке по хеллингеру там хочу найти себе жену кстати за кашу извините приболел вот температура там бронхит но никогда надо снимать надо работать все смотрите как для меня это какая-то моя личная психологическая работа что я сейчас буду делать для вас это такой некий пример упражнения для самых-самых людей которые ничего не могу еще ничего не могут и которые боятся вообще что-то какой-то шаг ступить почему вы боитесь подходить делов потому что вам от них что-то нужно да естественно там по поводу вот этого там страха подхода страха отказа я сейчас говорить не буду от тема долгая грубо говоря когда ты подходишь и тебе отказывает ты чувствуешь себя очень плохо да и поэтому вероятность 50 на 50 лучше вообще на не подходить вот и получается человек идет за каким-то результатом ты идешь либо за телефоном либо за ее одобрением и так далее поэтому ты боишься боишься что тебя могут не одобрить тебя могут слить вот это упражнение с конфетками ты можешь попробовать сделать самостоятельно без всяких пинков там что ты делаешь ты берешь конфеты например и подходишь девушкам и для того чтобы забрать или что-то телефон там и что ты подходишь чтобы им что-то отдать постарайся делать это искренне научись потому что лучшие подходы и лучший пикап лучшие знакомства лучшие свидания там лучше вообще общение с женщиной получается когда когда ты не привязан к результату когда тебе ничего не надо забирать когда ты самодостаточен когда ты будешь ходить и раздавать им конфетки не думая о результате сознательности скажи даже если все будет круто я телефон брать не буду сусова девушка не прибор это возможно даст тебе какой-то толчок то есть и хотя бы посможешь за несколько вернее за какое-то короткое время подойти к нескольким пообщаться пусть формате того что ты подошел что-то подарить попробуй очень клевое упражнение мне как сейчас много слов было мной сказано давай просто это покажу тебе как мы будем это делать смотри можешь отвлечь привет смотри знаешь я вот сегодня вот решу что не хочется кому-то раздавать конфетки не это серьезно кстати у тебя щетка такая как бы вернее расческа похожа на щетку когда вот знаешь собачек там или кого-то расчесывает такая мягкая какая-то вот я хочу просто так конфетку подарить ты же ешь конфет там нет никакого возбудителя там нет никакого яда мне узнаешь они просто я день такой мне захотелось ты еще кстати эти открою секрет будешь не первая женщина которая даю конфет вернее сегодня первая но я сейчас буду я только пришел давай ты возьмешь сама ты тебя пальцы прикольный вот тебе офигенского дня какие-то такие космические губы свои давай все хорошо хорошая вещь пока я значит меня с ним такой день а вы сидел что так говорят я тебя буквально 30 секунд Смотри, я просто вот специально купил конфетки, покажу, не, 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 тихо, даже не предложил, может, у меня, знаешь, какая идея была, типа, начать жрать при тебе, а ты смотри, знаешь, как садоман, нет, смотри, то есть я хочу просто подарить искренне конфетку, вот, не, вот, знаешь, ничего не надо, мне хочется что-то отдать. Да, спасибо. Ты кажешь, дашь, ты дашь, там, какому-нибудь себе, они не отравленные, там, не стряхнин, не еще, там, я могу при тебе съесть и, вот, там, просто замедленного действия ты их съедаешь и через 10 минут, как ты смотришь, нет, смотри, вот, честно, смотри, я даже вот прям вот незнакомый с тобой, давай я тебе подарю конфетку, возьми даже две. Спасибо. У тебя очень какие-то прикольные белые ногти, то есть ты с тренировки, что-то, ты тебя питаешь, да, молодец, занимаешься с тобой. Слушай, а мне сейчас нельзя представлять, не, я просто, как бы, старая бабушка, мне это недавно прооперировали, и, как бы, мне пока нельзя ничего, чем 200 килограмм поднимать, но все будет хорошо, я думаю. Главное. Тебе офигенско, вечером. Спасибо. Какая-то прям энергия идет, вот, я чувствую. Ну, я очень, да. Ну, если там жарко становится, то есть у меня вот отсюда наливает, тебе обратно передается. Эстостерон? Эстостерон здесь ни при чем. Обратно передается? Да. У меня аж прям вот это, вот, реально. Слушай, офигеть вообще, подожди, я сейчас тебя отпущу, но это очень ценно, когда девушка такую энергию продает. Это, я уж не знаю, связано со спортзалом или нет. Жизненная энергия. Чувствуешь, прям руки начали. Не-не-не, ну, у тебя много что-то. Я тебе через конфетку что-то спою. Все, тебе офигенско, по вечеру. Давай, щеки. Не-не-не, смотри, ну, это же нормально. Хорошо, да, ну, ладно. То есть, а то получится конфетка какая-то небескорыстная. Все, давай, тебе офигенско, по вечеру. Классного мужика там. Все, хорошо. Спасибо. Пока. Слушай, какая-то космическая, со скоростью света передвигаешься. Да? Да, это нереально тебя догнать. Думаю, это специально, чтобы мужики, наверное, не подвигали. Я там успеялась. Давай, у меня, короче, в двух словах миссия такая. Я хожу просто сегодня, вот, и конфетки раздаем. Вот, но чтобы ее раздать, тебя надо как минимум догнать. А ты просто, не знаю, идешь там 10 километров в час со скоростью. Ты у тебя так быстро ходишь? А как бы у тебя с личной жизнью нормально все? Да. То есть, мужик, который был бегуном там, олимпийских игр, такого классного девушку подвижил. Я очень редко въеду, как за что. Нет, вот дело не въеду, ты реально просто очень быстро. Спасибо. Смотри, я хочу тебе подарить конфетку. Ты же ешь конфетку. Ну, дарю же. Вот, смотри, можешь даже взять несколько. Только вот у меня сегодня задача такая вот для самого себя. Они не отравленные, там все хорошо. Тебе классно вечером, пока. Вы не поверите, кстати. Я вот хочу вас конфетку сгостить. Я не могу. Нет, смотрите, это важно. У меня сегодня такой, что я хожу про всем конфетку раздаю. Важно, чтобы взяли. Ну, не идите, кому-то отзади. Я сам ем нормально, ничего не травился. Это, кстати, прям очень важно. Я бескорыстно, представляешь, такое бывает в наше время. Даже туда ничего не вмешиваю. А вы, кстати, туда шли за билет. А, смотрите, Афимол, это торговый центр. Вот, поднимаетесь. И там еще один эскалатор, прям на второй этаж. Вот, кип-кип. Он вот над вами, он вот здесь, короче. Я вру. Я наглая рыжая мода. Но если вы спрашиваете, я вам, естественно, для чего мне вас обманывать. Хороший вечер. Доброе лицо такое. Дайте конфетку угощу. Понимаешь, что сейчас всем захочется. Нет, это только для тебя. Нет, смотри, это важно. То есть у меня сень день такой. Я хожу, угощаю людей конфетками. Если я это делаю, у меня есть, наверное, причина какая-то. Я могу съесть по тебе, я это не отправлю, и я хожу в грызок. Ну, угощайся. Кому-то отдашь, если сама не ешь. Это важно, правда. Это действительно оно... Можно попробовать на зуб. Я не отравлю. Хороший вечер. Пока. Приветствую. Такое милое лицо вообще теперь. Как так? Ну, что, а может, я тебе хочу конфетку дарить, потормозить, и я потом уже поеду. Ты в спортзал или что-то? Да, я в спортзал. А, в спортзал? А, в рядом ты ходишь, ты как бы в спортзал же наверху. Вот. Что мне надо? В магазине. Что? В магазине. Что-то я не ожидал, что у тебя будет такое детское, милое лицо такое-то. А как так вышло-то? Не знаю. Может, ты не... Да, подожди, но я хочу тебе конфетку подарить. Вообще, по идее, я шел бесцельно, да, то есть, чтобы тебе что-то отдать. Глядя на твое милое лицо, мне дальше что-то захотелось, но я не буду так бы нарушать там того, что я сам себе пообещал. Слушай, давай я тебе подарю конфетку. Вот. И как бы день станет немножко более там какой-то классный. Афи... Такая миниатюрная вся какая-то. Вот. Слушай, ну тебе офигенского вечера. А тебе сколько лет вообще просто родителей? Годи лет 20. Офигеть. Ну, кстати, вот, да, то, что мне надо, наверное. Ну, ладно. Хороший вечер тебе. Хороший тренировок. Пока. Здорово, мужик. На связи Шамшурин. И я хочу тебя пригласить на онлайн-тренинг, который состоится 1 ноября. Значит, я себе тут накидал какие-то важные моменты по нему. Давайте я расскажу про него. Значит, смотри, 1 ноября стартует самый масштабный онлайн-тренинг, который мы когда-либо делали. Он называется «Соблазняй лучших, оставайся собой 2.0 Pro». Цель тренинга какая? Цель тренинга сделать так, чтобы в конечном итоге, цель очень благородная на самом деле, то есть в конечном итоге ты должен найти себе девушку своей мечты, самую-самую лучшую, любимую, красивую, которая будет тебя вдохновлять, мотивировать на подвиги, на зарабатывание бабла и так далее. В этом цель. Так что тренинг, в принципе, будет не только по соблазнению, он будет еще и по личностному росту, по прокачке себя и так далее. Значит, как это будет проходить? Стартуем 1 ноября в 8 часов вечера по Москве, в 20.00 вечера по Москве. 7 занятий через 2 дня на 3. Соответственно, если будет первое занятие 1 ноября, значит, 4-го следующее, 7-го следующее и так далее и тому подобное. Занятия длятся 2-2,5 часа на специальной интернет-площадке. То есть, ты меня видишь, ты меня слышишь, ты задаешь свои вопросы в чате. Специальное время для этого выделяется. Также на форуме будешь задавать вопросы. В чем суть тренинга? В нем собрана абсолютно вся программа по эффективному общению с женщинами, которую я вырабатывал все эти, ну, уже, наверное, почти 9 или сколько там, 10 лет. Все, что я даю на живых групповых тренингах. То есть, если нет возможности приехать, то обязательно тебе нужно посетить этот тренинг. вся информация от знакомства до секса, до построения отношений и так далее. Потому что секс – это далеко не максимум, что можно получить от девушки. Что будет? Как преодолевать страх подхода? Что говорить? Как говорить? Что можно, что нельзя? Как трогать, как останавливать, как заинтересовывать собой, как вызывать доверие, как брать телефон, как звонить, как обрабатывать какие-то проверки, возражения, хитрости девушки, как проводить свидание, что делать на свидании, как заниматься сексом, в конце концов, как сделать так, чтобы отношения были такими, чтобы ты был в них главным, да, и при этом всех все устраивало. Как не стать баба-рабом и каким-то там подкаблучником и многое-многое другое. В этом тренинге есть все. Значит, занятия будут длиться в общей сложности, получается. Тренинг идет 2,5 недели и закончится он 19 числа включительно. 19 будет крайний вечер. В чем отличие этого тренинга от предыдущих? Да, мы в апреле делали очень крутой онлайн. Было 350 человек. То есть сейчас ты посмотришь, сколько народу было и сам в этом убедишься. В чем отличие? Значит, сейчас я хочу собрать тысячу человек. Тысяча – это очень хорошее число для того, чтобы страна, также другие страны, СНГ и так далее, наполнились какой-то энергетикой, энергетикой успеха и соблазнения, энергетикой настоящих мужиков. Тысяча человек. Значит, что следующее? Второе занятие – вместо шести занятий, в отличие от прошлого, будет семь занятий. Второе занятие будет полностью вести Макс Красочкин. Это реально человек-легенда, это мой духовный наставник. Это один из самых дорогих коучей в стране. Очень крутой чувак. Про него вы еще увидите. Он будет рассказывать вам и давать вам какие-то механизмы, как преодолевать свои страхи и дискомфорт, которые реально мешают нам жить, мешают зарабатывать бабки, мешают, не знаю, послать нахер своего начальника на работе и устроиться, на другую работу или найти, устроиться, сделать какой-то свой бизнес и так далее. Мешает подходить девушкам, мешает вообще во всем. Макс с этими страхами знает, как бороться, он тебе расскажет, что делать. Следующее, значит, плюс будет организован чат поддержки. Что это такое? Это очень крутая штука. Мы решили сделать так, чтобы у вас было больше поддержки с нашей стороны. На протяжении всех двух с половиной недель в любое время ты будешь писать в специальный чат свои вопросы, просьбы о мотивации, пнуть непонятные ситуации с девушкой. Не могу что-то сделать, не получается. Что делать в этом случае, в этом случае. И у меня есть очень крутые помощники. Это мои тренеры, это мои саппорты, это реально люди, которых я сам натаскивал, надрачивал и учил. Эти люди будут отвечать тебе в этом чате и, соответственно, ты не останешься без поддержки даже в те дни, когда у нас не будут проходить занятия. Следующее что будет? Будет женский мастер-класс, очень крутая штука. В одном из следующих видео ты увидишь что-то такое. То есть мы приводим настоящую живую женщину и ты ей задаешь вопросы. И она будет тебе отвечать на эти вопросы, причем отвечать сущую правду, а не то, что ты обычно слышишь на улице. Ну, естественно, программа, которую дорабатывал, улучшал с апреля месяца и вообще, в принципе, в процессе новая программа тренинга, которая называется PRO 2.0. И все это, все это, всего лишь за какую-то символическую сумму в 6 тысяч рублей. Я считаю, что это настолько смешные деньги для того, чтобы поменять свою жизнь к лучшему. И вот те ребята, которые живут в каких-то маленьких городках, там, где совсем маленькие зарплаты, сейчас скажут, ну, это для тебя они смешные. Ребят, сейчас, возможно, да, но когда-то я был на вашем месте. И есть все шансы того, чтобы вы сейчас оказались на моем месте, чтобы вы оказались в Москве на нормальной тачке с нормальной работой и с красивыми девушками. И все может измениться, ребят. На самом деле, если бы вы знали, что произойдет после тренинга с вашей жизнью, вы бы сейчас пошли, продали почку, бля, лишь бы только на него записаться. Но это ваше право. Итак, цена символическая, 6 тысяч рублей. Я специально делаю такие цены, чтобы каждый человек даже из самого маленького городка мог записаться. Потому что стандартный онлайн стоит от 15. Плюс еще есть пакет VIP и пакет Super VIP. Их стоимость 9 и 29 тысяч, соответственно. Что еще хочу тебе сказать? По поводу того, будешь ли ты делать это же онлайн, да, как у тебя получится, не получится. Чувак, у тебя получится. Если бы ты просто скачал мой тренинг где-то в интернете, да, в одну каску смотрел, какой-то курс, возможно, не хватает какой-то энергетики, энергии, мотивации, чего-то еще. Здесь будет огромное количество людей, в том числе вероятность того, что в твоем городе будут тоже парни, которые будут проходить этот тренинг, она очень высока. Поскольку это будет большое количество людей, какая-то групповая энергетика, это все будет проходить в онлайн-формате, в режиме реального времени. И также ты найдешь себе партнеров и соратников в своем городе, поэтому ты обязательно будешь это делать, мужик. Что еще тебе сказать? Да, скажите так, запись будет открыта всего два дня, 28 и 29 октября. Если ты не успеешь, значит, ты не успеешь. Продлять ничего не будем. Почему так? Потому что, потому что так. Поэтому, если ты хочешь попасть в этот тренинг, просто не пропусти запись 28 и 29 октября. Все подробности, все, что ты хочешь о нем почитать более детально под этим видео по ссылке. Увидимся 1 ноября и будем менять твою жизнь вместе. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова